Субтитры создавал DimaTorzok 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 Дима Торзок Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Дима Торзок Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Дима Торзок Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Дима Торзок Субтитры создавал DimaTorzok Дима Торзок Субтитры создавал DimaTorzok Дима Торзок Субтитры создавал DimaTorzok не по телефону, может вы измените свое представление о жизни, о работе и в конце концов поменяете эту, ну не очень хорошую работу, на которой вы сейчас находитесь. Ну это не важно, если хорошая моя работа или не хорошая. Ну если бы она была хорошая, вас бы любили, наверное. Ну так какое в нашей стране мнение о коллекторах, думаю, не совсем было. Ну, а при этом, обстал здесь любили, любили, любили... Ну, уважали хорошо, неправильно сказал. Ну, они уважают у нас эту профессию. А вы что, коллекторов не уважаете? А что, их кто-то уважает? Да. Кто? Люди уважают коллекторов. Ну, нифига, я по-моему не в России живу. Вы тоже в Москве находитесь? Я не знаю, где вы там живете. Да-да-да-да-да. Я думаю, что у вас неправильное мнение. Ну ладно, и будем заставить вопрос. Как только мы с вами встретимся, я вас сразу переубеду. Вы будете предпринимать для решения вопроса. Ну, для начала свидания. А потом, если понравится наше свидание, ну, судя по голосу, наверное, вы очень красивая девушка, то я обещаю заплатить. Василий Альбертович. Да. Что мешать сегодня? Можно без отчества, девушка. Я не настолько старый. Василий, что мешать сегодня? Ого, Виктория, мешает отсутствие встречи с вами. Давайте, может, все-таки увидимся. Нет, не посидим. Это ваш родовый телефон личный или это рабочий? Нет, это рабочий. Ну, Виктория, решайтесь. Вот представьте, а вдруг это судьба? Вы позвонили заемщикам, находясь на работе. И все-таки решились, несмотря на все свои принципы. Встретиться с ним. И бах! И все. Взрыва с неба баха упала. В тот момент, когда мы увидели. Чем дольше вы бездействуете, тем дольше вероятность, что информацию вашу проблему знают сторонние люди. Вот здесь не происходит распространение информации о вашем окружении. Теперь история из генизма. Я буду бездействовать постоянно. Я буду это делать только для того, чтобы вы мне звонили, чтобы я с вами общался каждый божий день. Мы будем вынуждены установить контакт с вашим работодателем, просить его подпособствовать решению данного вопроса. Это может не хотим отрадить на вашей карьере. И вы вот это сделаете, меня, Виктория. Ну а что мне приходится делать, если вы свой долг не гасите? Ну после нашего с вами разговора вы сможете сделать, чтобы мне было нехорошо на работе. А если я потеряю работу, как я буду обеспечивать нашу семью? Нет, нет, навряд ли вы со мной будете обеспечивать. Почему? Откуда вы знаете? Собрались и доотвечались. Откуда вы знаете? Что в жизни бывает? Наши действия по взысканию долга с вами могут прийти к ухочению. Ваша репутация в кругах вашего отношения. Самое главное, чтобы вы не привели к ухочению в наших с вами отношениях. Так и на карьерные возможности на работе. Ужас, как вы меня напугали. Все, спать не буду. Сумма задолженности, и жизненно увеличивается за счетность креми встал в сетене. А вы должны там работать, Виктория? Вы должны понимать, что чем быстрее будет оплачен долг, тем меньше, чем итоговую оплачен. Виктория, вы давно там работаете. Это не важно. Да как не важно, важно. Я хочу узнать, вы уже намного ну как сказать в душе ну уж не хочу говорить грубо, но я честно не считаю хорошей вашей работой. Но это не про вас. Это не про вас. Вы случайно туда забрели. Я уверен в этом. А что вы полдевятого и до сих пор на работе? Какое у вас график? Ну все, Василий Ильбертович, я когда фиксирую прямой отказ от оплаты, не предложили вопрос по-хорошему, теперь будем применять жесткие меры. Поднимите, что закончится. Жесткие меры?